Программа в теме. Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Здравствуйте, в студии Юлия Янукович. Сегодня будем говорить про ПЦР-диагностику. Полимеразную цепную реакцию изобрел в 1983 году американский ученый Кэрри Мюллес. Впоследствии он получил за это изобретение Нобелевскую премию. О нюансах этого метода диагностики инфекционных заболеваний мы сейчас расскажем. У нас в студии заместитель директора по медицинской части независимой лаборатории Инвитро, врач-терапевт высшей категории Сергей Громада. Доброго дня, Сергей. Добрый день. Присоединяйтесь, друзья, к нам в соцсетях. Обязательно смотрите видеотрансляцию на YouTube. Итак, для начала давайте определимся, какой вообще тест на COVID-19 следует сдавать и когда. Ну, может быть, правильнее сказать, что сейчас самое актуальное – это COVID-19. У большинства людей до 80% случаев инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. У 10-15% в средне-тяжелой форме и крайне тяжелое течение отмечается у людей до 5% инфицированных. Диагноз заболевания, которому присвоено название COVID-19 и причиной которого является вирус SARS-CoV-2, устанавливается на основании клинических обследований, данных эпидемиологического анамнеза и, самое главное, это результаты лабораторного исследования. Если подозревается острая инфекция COVID-19, неважно в какой клинической форме был явный контакт с больным или недавние сроки от момента предполагаемой сдачи анализов, есть клиническая симптоматика сроки предполагаемого заболевания до 14 дней, то необходимо сдавать мазок со слизистой носа или ротоглотки с целью определения наличия РНК коронавируса SARS-CoV-2. И также в эти сроки до 14 дней можно определять в сыворотке крови иммуноглобулин М на SARS-CoV-2. Если давность от предполагаемого момента заболевания уже более трех недель, то лучше сдавать и иммуноглобулин М, и иммуноглобулин G. В то же время, если давность заболевания уже более трех месяцев, либо человек не болел вообще, а просто хочет проверить возможный факт перенесенной встречи с SARS-CoV-2 в виде стертой или бессимптомных форм, то тогда нужно сдавать только иммуноглобулин G. Так, хорошо, обратимся тогда непосредственно к ПЦР. Давайте расскажем, что это такое. Ну, причиной развития инфекции COVID-19 стал РНК, содержащий коронавирус SARS-CoV-2. Основным рекомендованным методом лабораторной диагностики, подтверждающим это заболевание, является определение РНК этого вируса в Москве со слизистой носоглотки и ротоглотки, методом полимеразно-цепной реакции. И в настоящее время полимеразно-цепная реакция считается одним из самых точных и чувствительных методов диагностики инфекционных заболеваний. Метод полимеразно-цепной реакции позволяет определить возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул РНК или ДНК патогенного микроорганизма. То есть преимущество метода ПЦР в точности? Да. Ну, преимущество заключается в том, что возможно выделить генетический материал самого возбудителя заболевания. В частности, выявление специфического участка РНК вируса SARS-CoV-2 безошибочно указывает на присутствие инфекции COVID-19. Также преимущество данного метода – это высокая аналитическая специфичность метода, способность определять в исследуемом материале фрагменты РНК и ДНК, которые характерны только для конкретного возбудителя этого инфекции. И при исследовании аналитической специфичности тест-системы установлено отсутствие перекрестной реакции с другими возбудителями инфекции, верхних и нижних дыхательных путей. И, ну, это говорит о высокой аналитической чувствительности, способности выявлять возбудителя инфекции даже при минимальном его содержании в исследуемом материале. Также возможность диагностировать не только инфекционные заболевания с выраженной клинической картиной, но и также заболевания, которые протекают бессимптомно. Так, хорошо. Переходим тогда к подготовке. Каковы правила подготовки к ПЦР-исследованию? Ну, самое важное, да, это взятие биологического материала рекомендуется проводить до начала приема лекарственных препаратов. И при подготовке пациента к взятию биоматериала следует учесть следующее, ну, несколько таких фактов, что за 6 часов до исследования не рекомендуется использовать лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания. Непосредственно перед взятием биологического материала не рекомендуется использовать жевательную резинку либо постилку для освежения дыхания. Перед взятием биоматериала следует прополоскать ротовую полость чистой питьевой водой комнатной температуры. Если полость носа заложена слизью, то перед процедурой следует провести высмаркивание. Ну, и желательно соблюдать вот эти все описанные случаи, если иное не рекомендовано лечащим врачом. А вот, например, зубы чистить можно или нельзя? Ну, зубы чистить, опять-таки, перед исследованием как раз-таки не стоит. Не стоит. Хорошо. Как проводится ПЦР-тестирование? Как оно проходит? ПЦР-тестирование проводится. Это взятие биоматериала со слизистой носоглотки и ротоглотки. То есть специальным зондом проходится в слизистую носоглотки и потом вторым зондом проходит в слизистую ротоглотки. Это помещается в специальную пробирку и потом отправляется в лабораторию. А сколько по времени процедура занимает? Процедура занимает по времени с оформлением совсем до 10 минут. То есть само взятие – это порядка 3-5 минут. Очень быстро, в общем. Пришло время ненадолго прерваться. Сегодня говорим про ПЦР-диагностику. У нас в гостях заместитель директора по медицинской части независимой лаборатории «Инвитро», врач-терапевт высшей категории Сергей Громада. Оставайтесь с нами, друзья, мы скоро вернемся. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Мы снова в эфире. Всем, кто только присоединился, доброго дня. Продолжим говорить про сдачу ПЦР-анализа и также расскажем, в каких случаях стоит сдавать поствакциональный тест. У нас в гостях заместитель директора по медицинской части независимой лаборатории «Инвитро», врач-терапевт высшей категории Сергей Громада. Итак, продолжаем. Сергей, расскажите, пожалуйста, как записаться на ПЦР-тестирование. ПЦР-тестирование у нас производится в определенных медицинских офисах. Компания заботится о здоровье наших пациентов. Также мы экономим ваше время, делаем все возможное для вашей безопасности. Поэтому ПЦР-исследование на новый коронавирус у нас можно провести по предварительной записи. В данный момент в пяти медофисах города Минска. Мы планируем расширить это в регионы. Запись проводится на определенное время по номерам телефона. За время проведения ПЦР-исследования в медицинских офисах временно приостанавливается работа по другим услугам. Кроме того, вы записываетесь и приходите в определенное время. И это дает возможность избежать каких-то очередей. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы вы себя чувствовали в безопасности. Пациентам, которые пришли без масок, мы даем маски, выдаем их бесплатно. Пациентам измеряем температуру. Предупреждаем перед посещением медофиса, что они должны, если они находятся на самоизоляции, либо у них был явный контакт с переболевшим ковидом, мы рекомендуем не посещать наш медофис, а обратиться в поликлинику по месту жительства. Также мы соблюдаем все санитарно-эпидемиологические мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность нахождения наших пациентов в наших медицинских офисах. Так, смотрите, вот мы записались на ПЦР-тестирование, прошли его. И когда будет готов результат? Ну, официально мы прописываем, что результат готов в течение двух дней. Но, как показала практика, мы в течение суток выдаем результат на руки. И результат, опять-таки, не нужно посещать наш медицинский офис для того, чтобы получить данный результат. А результат приходит на электронную почту, на ту электронную почту, которую указал пациент в своих документах. Все происходит бесконтактно, как сейчас и нужно. Чтобы понимать, есть ли у человека иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, какие стоит определять антитела? Ну, в первую очередь, необходимо понимание, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов. Самыми иммуногенными, то есть самыми такими сильными в плане ответа иммунной системы, являются два из антигенов – это нуклеокапсидный антиген и спайковый антиген. Обнаружение антител класса иммуноглобулина G к каждому из этих антигенов является подтверждением перенесенной инфекции. Это то, что я говорил ранее, что после трех недель мы определяем как раз-таки антигены вот эти. Однако, поскольку COVID-19 еще очень новая и малоизученная инфекция, до сих пор непонятно многие ее проявления и особенности протекания этой инфекции, в том числе и в лабораторном плане. Если человек хочет знать, не перенес ли он COVID-19 в любой форме, симптомной этой или бессимптомной форме в прошлом, три месяца и более назад лучше сдать иммуноглобулин G к обеим наиболее иммуногенным антигенам вируса SARS-CoV-2 – спайковому и нуклеокапсидному. Наличие одного или обеих положительных результатов подтверждает факт перенесенного COVID-19 и наличие приобретенного иммунитета у данного человека. Так, поствакцинальный тест. Давайте разъясним нашим слушателям, что это вообще такое и в каком случае его стоит сдавать. Поствакцинальный тест – это антитела к спайковому антигену иммуноглобулину G. То есть я вот говорил, что вырабатываются антитела. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, на который потом начинают вырабатываться антитела, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Поэтому если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунитета, иммунного ответа, ему необходимо сдавать именно иммуноглобулин G к S-антигену. У нас как раз таки выполняют этот иммуноглобулин G к S-антигену. Повторюсь, что до вакцинации для проверки наличия либо отсутствия перенесенного в анализе COVID-19 и приобретенного иммунитета оптимально сдавать иммуноглобулин G к обеим антигенам – и нуклеокапсидному, и спайковому. Потому что наличие положительного уровня антител к SARS-CoV-2, неважно, к какому антигену, является определенной отсрочкой для вакцинации. Еще давайте расскажем, где можно сдать кровь на антитела и требуется ли предварительная запись. Как раз таки кровь на антитела можно сдать во всех наших медофисах, которые расположены по территории всей нашей республики. И предварительные записи не требуются. Это как обычный анализ. Вы можете обратиться в наш медофис, либо записаться предварительно, либо через наш сайт, либо обратиться в медофис и сдать этот анализ. Хорошо. И давайте немножко сориентируемся по стоимости исследований, хотя бы в средних каких-то цифрах. Да. Ну, если мы говорим о ПЦР-диагностике к коронавирусу, это мазоки слизистой, ротоглотки или носоглотки, он стоит на сегодняшний день 68 рублей. Если мы говорим по определению антител к спайковому S-белку и моноглобулин G, это берется кровь, то данное исследование стоит порядка 19 рублей. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, но к капсидному, иммуноглобулин G, стоит 25 рублей. И антитела иммуноглобулин M стоит, ну, тоже порядка 20 рублей. Антитела к иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, это то, что я говорил, это исследование, оно приравнивается в период острой фазы заболевания, то есть это до трех недель. Это исследование стоит 37 рублей. Так, хорошо, на сегодня это все. Спасибо вам большое. Говорили о ПЦР-диагностике и рассказали также немножко о поствакциональном тесте. В гостях у нас был заместитель директора по медицинской части независимой лаборатории Инвитро, врач-терапевт высшей категории Сергей Громада. Подкасты, видео этого интервью будут доступны на нашем сайте и Ютьюбе. С вами была Юлия Янукович. Спасибо, что нас слушали и хорошего вам дня. Спасибо.